МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал поддержку проекту Русь-Вьет-Петра по добыче нефти в Неницком округе. По теле мосту из Вьетнама, где он находился с официальным визитом, премьер вышел на связь с работниками компании, которые ведут добычу нефти на северах Осидоюзской месторождения региона. В беседе премьер назвал Русь-Вьет-Петра абсолютно уникальным проектом и символом российско-вьетнамской дружбы. По словам гендиректора зарубежнефти Сергея Кудряшова, находящегося в Хошимине вместе с Дмитрием Медведевым, Русь-Вьет-Петра добилась уникального в регионе уровня затрат в 3 доллара на баррель. Как он отметил, добыча компании – самая эффективная в регионе. Кроме того, Кудряшов подчеркнул, что Русь-Вьет-Петра на сегодняшний день единственная в России компания, которая реализует нефть на бирже, а 90% ее продаж проходит в рамках электронных торгов. Представители Русь-Вьет-Петра, находящиеся на месторождении Северное Осидою, рассказали, что совместная компания на сегодняшний день разрабатывает три месторождения, вложив развитие проекта в 80 миллиардов рублей. Разработка Северное Осидоюзского месторождения началась в 2010 году. В прошлом году Русь-Вьет-Петра добыла в Ленинском округе более 3 миллионов тонн нефти, превысив аналогичный показатель 2013 года на 15%. В Ленинградской области завершился эксперимент, призванный выяснить, можно ли прикормить двух поросят на суммы, которые власти региона считают достаточными для человека. По словам автора «Необычной идеи», депутата областного парламента Владимира Петрова, животных он приобрел специально для эксперимента. В течение месяца одного поросенка планировалось кормить на сумму российского мрот, которая составляет 5 965 рублей в месяц. Второму решено было покупать продукты по списку продуктовой корзины жителей Ленобласти. Результаты своих наблюдений депутат выкладывал в соцсети. По еженедельным данным мониторинга, на человеческой еде поросята начали худеть. Клинически они были здоровы, но еды им явно не хватало. После окончания испытаний поросят перевели на комбикорм, и депутат надеется, что они быстро придут в норму. Себе в заслугу Петров также ставит решение главы Ленинградской области Александра Дорозденко поднять мрот почти в полтора раза, до 10 тысяч рублей в месяц. Фонтанный сезон в северной столице откроется 20 апреля. Первыми заработают фонтан на Манежной площади и шар на Невском 56. Кроме того, 20 апреля будут запущены фонтаны в сквере у Казанского собора и Воронихинской решетки, а также восточные и западные фонтаны в парке «Трехсотлетия Санкт-Петербурга». В День Победы, по традиции, начнут сезон большие светомузыкальные комплексы на Московской площади и на площади Ленина перед Финляндским вокзалом. В год 70-летия Победы клубы военно-исторической реконструкции планируют воссоздать в Калининградской области гумбинингальдабскую операцию 1944 года. Это наступательная операция советских войск Третьего Белорусского фронта в Великой Отечественной войне, являющейся первой попыткой нашего командования разгромить восточно-прусскую группировку гитлеровцев. Красная армия продвинулась на 50-100 километров, освободив свыше тысячи населенных пунктов. В результате боевые действия были перенесены на территорию Восточной Пруссии. В 2015 году мероприятия фестиваля пройдут в выходные дни в конце августа. В городе Гусеве на поле реконструкции в поселке Лермонтово запланировано проведение торжественных памятных мероприятий, концертов, интерактивных площадок и выездной торговли. В прошлом году фестиваль посетили по разным оценкам от 50 до 70 тысяч человек, а фрагменты победных для русской императорской армии сражений 2014 года воссоздали около 500 реконструкторов из 50 клубов военно-исторической реконструкции России, Польши, Чехии, Белоруссии и Литвы. Архангельский морской торговый порт подвел итоги грузопереработки за три месяца 2015 года. Отмечено увеличение грузопотока по всем направлениям по данным статистики. За три месяца этого года всего через порт прошло 425 тысяч тонн грузов. Специалисты связывают увеличение грузопотока в первую очередь с увеличением грузоперевозки экспортных товаров, например, автомобилей. Морские порты России также отмечают увеличение грузопотока на 9%. Отрицательную динамику продемонстрировал только арктический бассейн. Снижение оттока населения зарегистрировали в Архангельской области. Миграционный отток населения в прошлом году сократился на 21% по отношению к уровню 2013 года. Большая часть уезжает в северо-западные и центральные федеральные округа, но есть и те, кто приезжает в Архангельскую область. Это в первую очередь международная миграция, в основном из Украины. Также наметились тенденции притока жителей из Дальневосточного, Сибирского, Северокавказского и Уральского федеральных округов. Изучить нынешние Печоры, а также жизнь припечорских населенных пунктах такую задачу поставили перед собой авторы проекта «Комплексная печорская экспедиция – Печорский меридиан». Проект начали прорабатывать еще три года назад, он уже трижды выдвигался на конкурс, и только в этом году, наконец, грантовые средства от Русского географического общества в размере полутора миллионов рублей были получены. В рамках проекта планируется за два с половиной летних месяца на лодках пройти Печору от истока до устья, преодолев 1810 километров. Цель экспедиции – изучить нынешнее состояние реки. Последние 20 лет Печора не эксплуатируется и не обслуживается так, как это было в советское время. Основная задача – получить сезонный средств состояния реки по всей ее протяженности. Помимо природоведческой программы, проект предусматривает еще и социологический аспект, а именно изучение условий жизни населения, проживающего при Печоре. Конечный результат, на который нацелены участники экспедиции «Печорский меридиан» – это издание монографии и справочника по Припечорию, который будет содержать все аспекты – природный, социологический и экономический. Экспедиция будет проходить с середины июня до конца августа. В ее состав войдут опытные инструкторы по туризму, гидролог, этнографы, социологи и экономисты. В верхнюю и среднюю часть реки ученые пройдут на моторных лодках, на чем будут передвигаться в низовьях реки, где русло становится намного шире и глубже, пока не обсуждалось. С чего начинается родина? Этот вопрос с самого детства не раз задавал себе руководитель поморской экспедиции Александр Шаларев и нашел ответ – с малой родины. Он полностью обошел Белое море, посетив почти все поморские села. По мнению Александра, без изучения географии в комплексе с историей родной земли невозможно патриотическое воспитание молодежи. Здесь уникальная для этнографов такая площадка. Здесь сплав трех культур. Это северо-русская поморская культура, это коми, зверяне и ненцы. То есть вот этот мультикультурный сплав очень интересен с точки зрения этнографии. Не так давно Александр со своей командой реализовал проект «Поморские берега». Он был рассчитан на пять лет. За время реализации проекта было составлено этнографическое описание поморских сел Белого моря. Тогда Александр Шаларев и его единомышленники поняли, что материалов о поморском крае мало. И эти работы конца 19-го, середины 20-х веков. Как живут поморские села в 21-м веке, они знают не понаслышке. За четыре года организации проведено семь этнографических экспедиций. За это время было пройдено 2500 километров. Изучена история и состояние 65 поморских сел. Собран уникальный материал по географии, социологии, истории, биологии и экологии. В очередном походе поморских путешественники оставили за спиной 32 дня. Более 10 населенных пунктов и более 600 снежных километров. Именно столько прошли участники лыжной экспедиции «Память героев» лыжный батальон. Конечным пунктом многодневного похода стал Нарин Марк. Были ключевые моменты. Здесь на самом деле четыре этапа было. Тяжелый участок был по берегу моря, донеси стартовый участок. Но это всегда, сколько ни готовься, он всегда тяжелый. Пока вработается коллектив, пока мышцы, все вработается. Потом был очень напряженный участок у нас за нижней пешей. Ожидался, что будет напряженный. Но, к счастью, подули очень сильные попутные ветра. Мы просто пролетели. Ну, только что паруса не было. Пять лыжников, среди которых две представительницы слабого пола, прошли более 600 километров. Порой преодолевали до 200 километров автономно. Когда на отрезке не было населенных пунктов и спать приходилось под открытым небом. Было, наверное, тяжело первые дня 2 или 3, когда невозможно тренироваться с рюкзаком. Такой вес, ну, сколько у меня было, 23, наверное, килограмма. Мне как бы, как спортсмену, непривычно оттаскать туристические рюкзаки, потому что туризма у меня в моей жизни еще мало было. Вот, наверное, такого большого первой обычно неделя, максимум, а тут месяц. Позади они оставили верхнюю пешу Несь, Вижес, Ому, Коткина, Великовисочная. Поселок Ниницкого округа порадовали архангелогородцев развитой инфраструктурой, гостеприимством и богатой культурой. Яркими впечатлениями собранной информации Александр и его команда поделились с учащимися и студентами округа на встрече в Крайвическом музее. Материал, собранный в экспедиции, станет основой для создания презентаций, лекций и книг. Главная цель проделанной работы – чтобы малая родина стала ближе.